Уважаемые главы правительств, уважаемые участники заседания, хочу начать свое выступление со слов благодарности в адрес Лугбека Асамадиновича за традиционно теплый прием и гостеприимство, оказанное нам в этом живописном уголке Кыргызстана. От всего сердца приветствую премьер-министра Узбекистана Булу Нигматовича, а также полномочивного представителя правительства Кубы и Евразийском экономическом союзе. Вчера на заседании в узком составе мы уже обменялись мнениями по концептуальным вопросам сегодняшней повестки дня. И сейчас я хотел бы остановиться на некоторых аспектах обсуждаемых нами вопросов, которые имеют важное значение для наших стран. Начну с вопроса о выработке единых принципов о регулировании транспортной отрасли. Мы считаем, что дорожная карта по реализации скоординированной транспортной политики государств-членов на 2021-2023 годы является сбалансированным планом развития отрасли. Документ предусматривает комплексное развитие евразийских транспортных коридоров и последовательную работу по гармонизации законодательств наших стран в данной области. В прошлом году мы убедились в востребованности транспортно-логистического сотрудничества внутри ЕС. В период пандемии в рамках объединения были сформированы зеленые коридоры для ключевых товаров. Во многом, благодаря этим мерам нам удалось предотвратить возникновение дефицита продовольства на рынке Союза и образование перебоев во взаимной торговле. Также хотел бы отметить актуальность реализации дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции. Очевидно, что меры, предусмотренные в этом документе, будут способствовать устойчивому развитию агропромышленного комплекса и аграрного рынка Союза. Следующий вопрос, на котором хотел бы остановиться, это повышение конкурентоспособности производимой в ЕС продукции на внутренних и внешних рынках. В контексте мер по достижению этой цели хочу подчеркнуть важность формирования системы совместной страховой поддержки экспорта. Мы поддерживаем создание евразийской компании, которая позволит увеличить объемы страховой поддержки торговли внутри Союза и экспорта в третьи страны путем формирования дополнительной страховой емкости. Уважаемые коллеги, мы убеждены, что одним из ключевых составляющих эффективного развивающего Союза является последовательная и прозрачная работа, направленная на создание нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Эффективное использование энергетического потенциала Союза может стать ответом на многие вызовы, способствуя укреплению энергетической безопасности и устойчивому развитию экономик наших стран. Республика Армения выражает свое удовлетворение в связи со значительной работой, проделанной комиссией и уполномоченными органами государств-членов в вопросах формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Союза, что нашло отражение в представленных докладах. В этом году государства-члены вместе с комиссией приступили к обсуждению международного договора о формировании общего рынка газа Союза. Надеемся на продолжение конструктивной работы на основе взаимопонимания и учета интересов всех государств-членов Союза. С удовлетворением хочу отметить также, что нам удалось согласовать концепцию формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов на основании пяти принципов, одобренных всеми государствами Союза. И в заключение хотел бы затронуть в вопросе экологии и климата. Это направление, которое требует дополнительных усилий и многопланового сотрудничества. Как нам видится, в рамках нашего Союза необходим серьезный многоуровневый диалог, который позволит сократить негативные факторы, влияющие на изменение климата, обеспечив при этом условия для экономического роста и развития. Мы поддерживаем идею создания рабочей группы высокого уровня по разработке предложений, направленных на гармонизацию механизмов регулирования выбросов парниковых газов и системы экологических платежей для стимулирования природоохранной деятельности в ЕАЭС. Еще раз приветствую всех участников заседания и желаю всем нам плодотворной работы. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...